Куда ты вылезла? Лисюся! Дашулька, а ну придержи, сейчас головой полетит. А Лиска вылезла на батутик. Йога! Да, думаешь для этого коробочка, да? Ох и Лисюся! Ох и чудная девчонка! Открываем, да, коробочку открывать? Сверху, по-моему, нет? Так скотч. А, скотч. Не мотать ножницы у вас. Я схожу за ножницами. А поможу, как подарки. Моя душа пиять. Ладно, схожу за ножницами, следи. Алисочка, иди к маме ножками сама. Иди-иди ко мне, иди-иди. Ну, не ползи ножками. Котеночек мой маленький. И назад. Да, мы сейчас достанем батутик, надуем, и ты будешь прыгать. Да. Пум-пум. Так мы читали на сайте, он вроде метр на метр. Попробуем. Алиса, открывай коробочку. Открывай. Алиса, отойди. Ух ты, какой батутик голубенький. Конечно, доставай. Доставай, Лисюся. Помогай Даше. Ну, помогай Даше вытаскивать. Сейчас будем надувать. Давай глянем, какой он. Цвет классный, правда? Да. Это из баллыки. Ну, это бортики еще. Ого, там мячиков внутри. Думала, меньше. Ничего себе. Что это такое было в коробочке, а? Воняет. Резиной? Ну, застанет. А, ну да, все надувные воняют. Как матрас новый. Да, как надувной матрас. Ух ты. Лен, ты тут? Ага, привет. Привет. Чувствуешь, такой вопрос. У нас это ж поджарочка с курочкой, грибами и так далее, к макаронам. Я предлагаю сразу в лапшу добавить. Хорошо, делай. Так что, приходит, у него не дрался, типа там. Делай, как считаешь, нужный. Уже было, типа, в перемешку уже было. Хорошо. Десенок, это тебе бассейн? Ты будешь плюхаться? Да если бы, это батут. Это батут? Прыгать. Ого-го. А кто ее будет ловить? Она, кстати, прыгает уже хорошо, вот увидишь. Тут же бортики на нем специально. Ага. Так что ловить не надо будет. Круто. Вот, правда, пахнет он ужасно. Ну да. И как все новое. Думаю, такой запах резины. Зато ребенок доволен. Да, уже, даже хоть еще не надули. Опа. Поваляемся, да? Давай, стрелай. Да, я забыла вам сказать, мы все-таки решили пока Катю оставить. Нашего повара. Я говорила, что мы думали уже обходиться без нее, но все-таки решили Настя и Катя сейчас уезжают. И что все-таки пусть она еще побудет. На коробке, кстати, написано от нуля до трех нельзя, зачеркнуто. Но, по сути, мы так с Дашей подумали, ну как, дети большие, да? Большие дети вот тут нарисованы. Ося, Алиса прыгает сама сейчас. Как они будут прыгать в таких маленьких бортиках? Это явно для более маленьких деток сделано. Сейчас будем надувать от автомобиля. Как это называется? Компрессорный? Компрессорный, да. Так, решили мы съездить за своим ножным насосом. Не получилось у нас накачать от машины. Едем в центр. Даша поехала с нами. А я рассматриваю подошву в босоножках. Вообще тут такая технология, столько всяких пупырышек. Непонятно, зачем вот такая какая-то красная штучка вделана. Причем и в одном, и во втором. Может, кто-то знает, зачем это? Напишите мне. Вообще даже нет идей, зачем это сделано. Алиса развалилась на руках у Даши и играет на пене. Вообще она Дашу любит. Тут мы вспомнили, что надо же сегодня забрать Алискин календарик. Помните, вам показывала из кубиков? Он уже должен быть готов. Сейчас зайдем. Посмотрите, какой нам чудесный сделали календарь с надписью Алиса. А еще здесь по нашей просьбе сзади сделали месяца на русском, на украинском и спереди на английском. Классно, очень классно. Мы довольны. Мы тут солисты рассматриваем цветочки. Она проснулась и топает ножками. Вот так и выглядит, и топает. Топ-топ. Цветочки. Цветочки. Видишь, какие? Высокие, выше Алисы. Они только не рви цветочки. Пойдем топ-от. Пойдем. Пошли, топ-топ. Ой, на ногу. Та-шли, топ-топ. Пошли, обойдем цветочки и выйдем к ладу. Пошли. Топ-топ-топ-топ-топ. Топ-топ. Все под ногами рассматривает. Топ-топ. А где папа? А ну стой сама-сама. Ну не прыгай, подожди. Стой сама. Ой, нет. Стой. Стой-стой-стой-стой. Момочка, молодец. Молодец. Какая наша лиса. Молодец. Боится. Терница. Мы решили взять с собой сетку для окна, потому что у нас кошки, ну чтобы не заходили с улицы, помните, я вам показывала. Мы сейчас так опустили сиденье, думаем попробовать его у себя над головой как-то взять. Да, вот так как-то. Будем ехать и вот так держать над головой. Сейчас будет Костя пытаться сетку на окно приделать. Мам, где ты снимаешь? Настя с Катей тут снимают какое-то видео в беседке. Не моргай, шевели глазами туда-сюда, вниз-вверх, кругами, кругами. О боже, что это за ужас? Нет, шевели, шевели еще, еще шевели, она уже почти. Шевели еще. Я шевелю. Она должна сама стать на место, да? Да, шевели больше, кругами. Все, дыбила. Еще немножко. Тихо, теперь закрой глаз, аккуратно, медленно. Открой. Еще шевели, шевели, закрой, шевели давай. Кошмар какой-то. Ура, мы надели первый приз, поздравьте. Через нее плохо видно, кстати. Их полчаса не прошло. Да, это так. У тебя стали черные глаза. Кстати, она увеличивает зрачок, это красиво. Была бы голубая какая-то. Была бы очень... Урма! Хотя не, нормально уже видно. Урма увидела шарик и как всегда лает. Плохой компонент. Когда она привыкнет? Костя придумывает, как лепить сетку. Двусторонний скотч, что ли? Так он отскочит. Плотный, который, да? Нельзя. Плотный. Но все равно от кирпича, мне кажется, он отскочит. А он от кирпича будет. К окну? А следы не останутся потом на окне? Кажется. Какие-то вопли из беседки. Настя не может линзу нормально надеть. Одну надела. Ты меня как-то сунула не так. Я все трогала, не могла им водить. Настя, так она же тебе показала, как суй сама. Не могу я сама. Да, хотя давай с ним. Катя же сама вставляет себе. Так она сколько их уже вставляет? Ну так она же когда-то тоже училась это делать. Ну так и учись. А то вставь мне не так. Давайте пойдем посмотрим, что сегодня наготовила Катя. О, тут уже смотрят и даже пробуют. Кастрюля котлет. Макароны в перемешку тоже с каким-то мяском куриным, кажется. И суп. И еще вареники с печенкой и капустой. И вот еще. Ох ты, ох ты. Да, Алисе нравится. Хоть еще и не надули. Сейчас Костя попробует. Надеемся уже ножным этим насосом получится. Потому что уже других идей нет. Это мы будем 3 года накачивать. Постепенно надувается. Алиса сидит, не шевелится и наблюдает, что же это папа делает. Что там происходит, а малыш? Что-то серьезное, да? Серьезная работа делает. Появляются бортики. Слушайте, он большой. Алиса подошла и участвует. Она подпрыгивает вместе с папой. Помогает качать. Так, мы сейчас надуваем дно. Бортик оставили на потом. Ты в такой позе, как будто в танце. Руки в бок и ногами танцуете. Катя с Настей пришли и закончили свой грим. Катя, обезьяна и обезьяна. Никакой реакции, одна съемка, вы посмотрите. Папа, а твоя реакция где? Настя, тебя просто не видно за твоим телефоном. Я не знаю, как-то у него зрачки страшные, а сам грим не страшно. Да, она его миленьким сделала, да? Да. А Катю? А Катю ты сделала просто, чтобы она была некрасивая, да? В смысле, обезьянка какой должна быть, не пойму. Ну, ты правильно, ты ее сделала обезьяной, почему? Ну, я должна была типа нарисовать ей животное, с которым она у меня ассоциируется. Ага, понятно. Она не ассоциируется с обезьянкой. Понятно. Ну, по характеру. Не, у меня она по характеру с обезьянкой никак не ассоциируется. А с кем? По характеру. Ну, что-то такое веселое какое-то животное. Ну, обезьянка какая? Обезьянка страшная. Мне Настя на зебру похожа Ну, просто на зебру Да нет, Настя похожа по характеру Нет, на зебру знаешь На лису однозначно Нет, у нее то хорошее настроение Белая полоса, то плохое резко И вот это она у нее так всеведуется Не, мне она на лису Настя лиса однозначно А вот ты, надо еще думать Какое ты животное Напишите в комментариях С каким у вас животным ассоциируется Катя Боже, бедный ребенок, Катя, она испугается Дай лап Катя, я Настю пытаюсь снять Лучше не улыбайся Улыбка к этому гриму не очень Она не делает симпатичным лицо Да, вот так, по-моему, это лучше А ну улыбнись Смешная не может Как будто коса и глаза косят Ну да, у вас грим больше смешной Смешной ваш грим Катя, как ты знаешь, как не просто обезьяна А бабулька обезьяна Катя, ну ты улыбнись Весело А теперь сделай себе грустной У тебя грустная не получается У тебя улыбка нарисована Что это? Так получается, смешно А если щеки на дочь? Вот это истинная обезьяна Сейчас примерно 12 часов ночи Я решила перегладить белье Алискина, которое она стирала И устроилась возле ванной Сразу беру оттуда и глажу Костя так крепко спит Я уложила Алису в 11 Для нас это рекорд Она обычно в час засыпает Я теперь надеюсь, она приучится так ложиться спать Так вот, я стою тут, глажу, слышу, она начала плакать И он там рядом с ней спит на кровати Я прихожу, она потеряла соску и плачет Он вообще не слышит Просто себе спит Как так можно крепко спать? Рядом с тобой, али, ребёнок Вообще не слышит В общем, я ей дала соску, но уснула дальше И я вернулась сюда Стою и думаю о смысле жизни Растишь детей, растишь Настя, скаки повырастали И что дальше? Они от тебя уезжают Они живут своей жизнью Меня сейчас Настя снимает Мне очень удобно об этом говорить Я о времени думаю Так и идёт время быстро Вот мне сейчас 35 лет Ещё года В 32 года мне казались 36-летние И уже такими старыми Даже в 32 казалось Или когда, например, мне было 15 А моей маме было Сколько получается? 23 плюс 15? 38 Ну, не намного уже Больше, чем мне сейчас Мне она оказалась уже такой старой Сейчас понимаю, что Я ещё не старая Я себе старая Ну, я себя ещё не ощущаю Старая абсолютно То есть мне кажется, что Если я захочу, я могу и спортом заниматься И бегать, и прыгать И всё как раньше И по деревьям лазить Я как бы думаю Лет через 10 тоже, наверное, ничего в голове не изменится То есть только цифры добавляются А так человек, в принципе, не меняется Ни по характеру, ни по привычкам И это так странно Вот понимать, сколько тебе лет уже, да? Если ты привык быть молодым Привык, что вся жизнь впереди Ты понимаешь, что уже реально Не молодой Ну, не старый ещё, конечно Но уже и не юность И, в общем-то, всё меняется Так быстро, быстро, быстро Недавно была беременна Уже Элисе скоро будет Будем праздновать Говорят, если женщина смирилась Со своими 25 Она уже смирится с любым возрастом Мне кажется, это неправда Потому что вот в 35 опять начинается Такая же ломка Как это так? Столько лет? А что впереди 40? А что потом 50? Реально, мне столько будет Это вообще просто Мозг не может это Настолько быстро идёт время Что не успеваешь смириться Сколько тебе уже лет А тебе уже следующая цифра стукает В общем Такие у меня умозаключения происходят Сейчас ночью На улице дождь, гроза опять Молнии сверкают Громахает В общем, у нас какой-то сезон ливней Хочу, чтобы лисюшка была красивенькой И чтобы одежда была не просто выстиранная Но и хорошо выглажена С Настей и Катей у меня не было возможности Покупать очень красивые одежки разные У них было достаточно немного одежды всякой У Алисы, конечно, намного больше Когда хочется, можно, в принципе, купить Но пока и так хватает Сейчас хочу всё привести в очень красивый вид Всё аккуратненько поскладывать в комодик Нам Таня дала комодик Птицы поют в 12 часов ночи Кстати, эти девочки до сих пор не спят Тоже В такое время суток Они наконец-то убрали у себя в комнате Настя видео монтировала А при чём ты на видео? Ну, почему мы не спим? Я вам объясняю Настя среди ночи выпустила видео? Да, мы 11 И что, смотрят? Ну, 13 тысяч за час Ничего себе, круто Даже меня среди ночи столько не смотрят Меня вообще не смотрят Я вам оставлю ссылочку на Настин канал под этим видео Да, мы тоже Я ждала этой фразы И на Катин тоже А ещё Инстаграм, да? А ещё Инстаграм Да, подписывайтесь на мой Инстаграм Нижняя чёрточка Кайкинжняя чёрточка Мне твои шортики нравятся Как тюремные какие-то Саймон Да, кот прикольный Только за волосами не видно Как будто он твои волосы царапает Тянется, как Алиса к волосам Какое-то пятнышко Вот это такое Птички, спокойной ночи Птички невеличкие Разглядывают, кто тут пришёл Умные ведь тоже Видите, как смотрят Ого, какая она быстрая Ничего себе Я с ними что-то не так